Здравствуйте дорогие друзья! Подписчики и случайные зрители! В этом видео мы поговорим о таймерах, для чего их использовать в аквариумистике, какие они бывают и более подробно рассмотрим таймер от компании Hagen Reef Reiter. Конечно, это видео рассчитано на неопытных или начинающих аквариумистов. Большинство опытных аквариумистов не просто знают о таймерах, а применяют их в своем хобби. Чаще всего таймеры в аквариумистике используют для соблюдения режима освещения. Какой режим освещения выбрать, конечно, каждый решает сам. Одни считают, что правильная длительность освещения не более 5-6 часов, аргументируя это тем, что при длительной интенсивности освещения в аквариуме появляются водоросли, вода станет перенасыщенной кислородом, что, в свою очередь, приведет к амболии. Другие считают, что продолжительность светового дня для рыбок должна составлять не менее 10-12 часов, так как большинство пресноводных аквариумных рыб родом из тропиков, а там световой день, длится около 12 часов. Помимо этого, есть еще много рекомендаций о том, что если в аквариуме появились водоросли, то от них можно избавиться при нестабильной длительности светового дня, например, включая его на час, после чего его рекомендуют на час выключить, потом снова включить и так далее в течение 10 часов. Но давайте не будем отходить от темы, это лишь наглядный пример. Про освещение нужно снимать отдельное видео и рано или поздно на канале Партакой видео выйдет. Какой бы вы не выбрали режим, таймер избавит вас от нужды следить за временем, он сам будет включать и выключать свет так, как вы решите. Более того, таймер незаменим во время отпуска. Таймеры также используют для подачи СО2, компрессор в аквариуме, для террариума, для регулируемых по времени включения и отключения приборов, таймер для телевизора, системы отопления и охлаждения, увлажнения воздуха, вентилятора и так далее. Таймеры бывают разные, компании которых выпускают тоже разные. Сейчас у меня есть таймер от компании Hagi, но это не реклама ихней продукции, а просто под рукой у меня нет других. Существует два основных вида таймеров, электрический или цифровой и механический, как у меня. И тот, а другой выполняет одну и ту же функцию. Цифровые имеют предустановленные режимы, например, включение может происходить по определенным дням, а у механической такой функции нет. ЖК-дисплей, встроенный аккумулятор, некоторые из них имеют даже инфракрасный пульт управления, как у телевизора. У механических все гораздо проще. Управление ручное и, как правило, рассчитано только на каждый день. То есть его не получится установить так, чтобы он включал освещение только в субботу. Но, конечно, я говорю о распространенных. Сегодня есть и электромеханические, комбинированные, но не суть. Ну, а теперь давайте перейдем к нашему механическому таймеру. Несколько важных моментов. Здесь есть переключатель. Здесь он красного цвета, но неважно, возможно, он будет на других таймерах чёрный, зелёный. Самое главное то, что здесь, где нарисованы часики или положение вверх, это будет работа таймера самого. Работа вниз, он будет работать просто как розетка. Дальше. Следующий момент. Стрелочка нам указывает на время. То есть нужно здесь поставить то время, которое сейчас у нас находится на часах. Если посмотреть поближе, то видно то, что здесь идёт от, ну, грубо говоря, час ночи, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И опять же до 24 часов. То есть таймер рассчитан на 24 часа. Лепесточки чёрного цвета, но если присмотреться, видно то, что каждый час, каждый час разбит на два лепесточка. Что это значит? Каждый лепесточек – это отрезок в 30 минут времени. То есть минималку, которую мы можем поставить, это 30 минут. Те лепесточки, которые подняты, видно то, что подняты от 23 и до часу дня, это то время, подняты то время, которое таймер работать не будет. То есть свет будет, например, я буду подключать свет, свет будет выключен. Там, где они зажаты вниз с часу дня и до 10 вечера, то есть 10 часов, это отрезок времени, свет будет включен. Соответственно, вот эта вот штучка, она крутится. Сейчас у меня на часах 10 часов вечера. Соответственно, я её ставлю ровно на 22 часа. Включаю теперь его в розетку. Включаю в розетку. Смотрю, чтобы здесь было поставлено на таймер, то есть на часики. И свет до часу дня будет выключен. В час дня он сам автоматически включится. И в течение 10 часов, то есть до 23, свет в аквариуме будет гореть. Нам поможет в этот светильничек небольшой. Мы его положим сюда. Втыкаем наш таймер в розетку. Включаем теперь светильник в розетку. И он у нас, конечно же, загорается. Почему? Потому что здесь у нас стоит 10 часов. У меня сейчас 10 часов. В 11 часов ровно он должен выключиться. А теперь давайте поднимем эти лепесточки. И свет, по идее, должен выключиться у нас. Выключился свет. Свет выключился. Теперь давайте попробуем выключить с таймера и поставить на обычную розетку. Свет включился. То есть сейчас он работает не как таймер, а просто как розетка. Включаем этот таймер. 22 часа. Опускаем. Лепесточки. Свет у нас снова горит. Еще раз. Поднимаем лепесточки. Свет у нас опять выключился. Вот такой вот, дорогие друзья мои, принцип действия данных механических таймеров. На 24 часа, то есть на сутки. Ну и на всякий случай давайте пробежимся по показателям данного таймера. Значит его размеры 5 на 5, 3 сантиметра и 10 в длину. Помимо этого, 250 вольт выдерживает, 50 гигагерц, 16 ампер и 3680 ватт. Вот в принципе и все, что я хотел сказать в этом видео. Спасибо вам за внимание. Буду рад вашим лайкам, вашим комментариям под этим видео. А у меня на этом все. Всего вам самого доброго. И до новых встреч в новых видео. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»